Сейчас мы переходим к региональным вестям. В старейшем храме Кирова, Спасском соборе, началась масштабная реконструкция. Работу планируют выполнить за три года, чтобы успеть к 250-летию архитектурного памятника. Реставраторы заново распишут стены собора, воссоздадут своды и установят купол. А часть убранства сохранят в первозданном виде, например, лестничное ограждение. Ну а вот, что через несколько секунд увидят жители Москвы и области. Как сделать, чтобы было дороже? Что за люди добровольно лишают себя номеров? Легкое дыхание. Что носится в атмосфере? В каких районах чище воздух? И как поменялась в последние годы экологическая карта столицы? Мужчину в халате зовут Андрей. Он профессиональный сосед. Его прислали за долей этой семьи. Пожаловаться на нечищенные крыши тротуара теперь можно народному инспектору. Подробности расскажем далее. Это Вести Иванова, студия Анна Белякова. И вот что еще увидите в выпуске. В ледяном капкане. Над головой сосульки, под ногами лед и лужи. Упал, конечно, и прямо со мной лужи, и лед. Тут у меня все внутри болит. Скользкий путь довел до травмпунктов уже больше сотни человек. Они еще учатся, но у них уже золотые руки. Впечатления от конкурса только положительные. Дает неплохие знания и опыт. Теперь знания и опыт победители конкурса молодых профессионалов покажут на чемпионате ЦФО. Одно небо на двоих. На этом святом месте живет память и воспоминания о пилотах полка Нормандии Немана и об их соратниках из советской армии. Музею, где бережно сохраняют историю о легендарном авиасоединении, исполнилось полвека. Состояние шестилетнего мальчика, пострадавшего от падения ледяной глыбы, оценивается как стабильно. Об этом нам сообщили врачи областной детской больницы. Из реанимации ребенок переведен в палату. У него травма головы и медики сейчас...